Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по псалмам царя Давида, по имени Господи царя Давида и всю кротость его. И мы сегодня будем читать 31-й псалом, который имеет надписание по субтуагенте «Псалом Давида в научении», также по-славянски «Псалом Давиду разума», то есть рассуждение. Этот псалом очень известный. Афанасий Великий и Феодорит Кирский обращают внимание на то, что этот псалом и до ныне употребляется в чине крещения как заключающий, завершающий научение освобождаемым от греха. Так пишут Афанасий Великий и Феодорит Кирский. Афанасий Великий и Зигабен настаивают на том, что вот это уточнение в научении, то есть псалом или песнь учительная, вразумительная, наставительная, назидательная. И вот что же такого особого в этом наставлении сейчас мы увидим. «Блажен и те, кому отпущены беззакония, и коих покрыты грехи. Блажен муж, которому Господь не вменит греха, и в устах коего нет лести». Вот здесь не сказано «блажен муж, который там не ходит, не сидит, не стоит». Здесь сказано «блажен тот, который и ходил туда, куда не надо, и сидел с теми, с кем не надо, и стоял за дно, с кем не надо стоять за дно». Но ему Господь это простил. «Блажен и те, кому отпущены беззакония, и коих покрыты грехи. Блажен муж, которому Господь не вменит греха, и в устах коего нету лести». То есть блаженное состояние достигается не только тогда, когда мы отклоняемся от стезей зла, но и тогда, когда, вступив на эти стези, мы потом переживаем раскаяние перед Богом, и Он отпускает нам грехи, которые не вменяются нам в грех, как небывшие, то есть яко небывшие. И святые отцы церкви, они любили как раз говорить не о своих заслугах, а прежде всего о Божьем прощении, не о своей человеческой праведности, которая всегда ограниченная, которая всегда ограниченная, она пассивная человеческая праведность, они говорили о милости Божией, Божией, которая излита на них. Давайте посмотрим некоторые такие высказывания, которые мы находим у отцов. Например, Амвросий Медиаланский восклицает, «Я буду хвалиться не потому, что праведен, а потому, что искуплен. Я буду хвалиться не потому, что свободен от грехов, а потому, что мои грехи прощены. Я буду хвалиться не потому, что творил добро, и не потому, что кто-то другой сотворил добро мне, но потому, что Христос мой заступник пред Отцом, и потому, что кровь Христова излита за меня. И нечто подобное говорил и Василий Великий, и блаженный Августин. Например, Августин писал, Вы можете провозглашать, что древние праведники обладали огромной праведностью, но все же их спасла. Только вера в посредника, излившего свою кровь в оставление грехов. И Василий Великий, комментируя 113-й псалом, замечает, Ибо вечный покой ожидает праведно боровшихся в этой жизни не ради заслуг их дел, но по благодати милостивейшего Бога, на Которого они уповали. Итак, Давид объявляет блаженным, и даже говорит, блажен муж, блаженным объявляет того, кому отпущены беззакония, кому покрыты грехи, и говорит, блажен муж, которому Господь не вменит греха, и в устах коего нет лести. И это очень знаковый для христиан псалом. Как мы видим, отцы утверждали, что в их времена этим псалом завершалось таинство крещения. Этот псалом подводил итог Божьему прощению, что люди стали блаженными не потому, что они вот чего-то достигли сами, а потому, что отпущены им беззакония, и грехи их прощены им. Давайте посмотрим, как получается перевод по Масоре от Давида в разумление. «Счастлив, кому прощено преступление, сокрыт грех. Счастлив человек, кому Господь не вменит вины, и нет в его духе обмана». Вот этого обмана, то есть, скорее всего, имеется в виду самообман, когда человек думает, что он может сам как-то примириться с Богом, своими собственными заслугами, делами. Нет прощения Божие, оно касается нас без каких-либо заслуг с нашей стороны. «Когда я молчал, ослабели кости мои от повседневного вопля моего». Вот здесь немножко непонятно. Он молчал, и в то же время ослабели кости его от вседневного вопля, который он как бы изрекал все-таки, восклицая перед Богом. Феодорит Кирский предлагает такое истолкование. Имеется в виду то, что молчал о грехах своих. Молчал о грехах своих. Не исповедуя своего греха. И вот когда человек молчит о грехах своих, то есть не идет на исповедь, не рассказывает священнику свои грехи, или рассказывает не все, а что-то утаивает, ослабели кости мои от вседневного вопля моего. То есть человек, который не пережил Божьего прощения, ему очень тяжело существовать. «Ибо день и ночь тяготела на мне рука твоя, я сделался страдальцем, когда вонзился в меня терн». Мы видим, какие страдания он терпел. Вот этот терн, который вонзается в голову, это образ Христа, который взял на себя все наши грехи, которые мы исповедовали или не исповедовали в этой жизни, но он понес на себе все наши беззакония. «Беззаконие мое я осознал, и греха моего я не скрыл. Сказал, исповедуюсь Господу в беззаконии моем, и ты простил нечестие сердца моего». То есть когда он молчал, не исповедовался, он ослабел, кости его ослабели от вседневного вопли его души. А когда он именно пошел на исповедь, осознал свой грех, и ничего не скрыл, и греха моего я не скрыл, сказал, исповедуешь Господу в беззаконии моем, то есть придя на исповедь, он ничего не утаил, «и ты простил нечестие сердца моего». А почему сердце? Христос говорит, из сердца исходит блуд, убийство, коварство, потому что в результате грехопадения чувственный аппарат пострадал наиболее серьезным образом. «Посему помолится тебе всякий преподобный во время благопотребное». «Посему, потому что ты прощаешь нас, когда мы каемся пред тобою, помолится тебе всякий преподобный, если он окажется в состоянии греха, во время благопотребное, то есть когда еще есть возможность каяться. Вот эта земная жизнь, это есть время благопотребное, потому что пока человек жив, это значит, есть какое-то намерение Божие относительно этого человека. А если он переходит рубеж между жизнью и смертью, он уже ничего не может исправить. Там наши вопли не будут услышаны, наши слезы, никто не обратит на них внимания. А в этой жизни принимаются и наши вопли, и наши покаянные молитвы, и Господь созерцает наши слезы. «А посему помолится тебе всякий преподобный во время благопотребное, и тогда разлившиеся многие воды к нему не приблизятся». То есть его преступления, они не поглотят его, он выживет. То есть грехов так много, как будто целые воды, многие воды сказано. «Ты, мое прибежище о скорби, объявший меня». А что объяло его? Грехи, беззакония. Господь прибежище, когда все это окружает нас, потому что в нем мы переживаем освобождение. «Ты, мое прибежище от скорби, объявший меня, радость моя, избавь меня от окружающих меня». Вот эти демоны, бесы, которые ходят вокруг нас. Каждый бес отвечает за какой-то грех, и они пытаются этими грехами воздействовать на нас. «Вразумлю тебя и наставлю тебя на тот путь, по которому пойдешь. Остановлю на тебе очи мои». Тут Господь как бы отвечает на его молитву. Давид восклицает, «Радость моя, избавь меня от окружающих меня». Господь ему говорит, «Вразумлю тебя и наставлю тебя на тот путь, по которому пойдешь. Остановлю на тебе очи мои». Что значит, «Остановлю на тебе очи мои», то есть с вниманием отнесусь к твоим проблемам и буду проявлять заботу о тебе. И далее Давид продолжает, «Не будьте как конь и мул, у которых нет разума и которых челюсти можно притянуть лишь уздою и уделами, когда они не приближаются к тебе». То есть человек не должен доходить до такого состояния, когда Господь его оседлает, обвяжет уздою и потащит, как упрямого коня или мула. Много наказаний грешному, как бы резюмирует Давид в окончании этого псалма, а уповающего на Господа милость его окружит. А милость – это проявление как раз Божьего прощения, о котором мы выше прочитали, «Блажены те, коим отпущены беззакония и коих грехи покрыты. Блажен муж, которому Господь не вменит греха». И в окончании псалма «Веселитесь о Господе» – это призыв к прощенным грешникам, которым отпущены беззакония и грехи, коих покрыты, что значит покрыты, то есть как бы их и нету, Господь дает нам возможность начать эту жизнь с белого листа после каждой исповеди. «Веселитесь о Господе и радуйтесь о праведные не отдел от веры, которые блажены Божьим прощением, и хвалитесь им», то есть как источникам нашего спасения, «все правые сердца». С одной стороны, говорится в пятом стихе о нечестии сердца, а в одиннадцатом стихе о правых сердцем, то есть нечестие сердца удаляет Господь, когда мы переживаем Божье прощение. И правое сердце – это сердце, уповающее на Господа, а не на свои собственные человеческие заслуги. lifetime жизни. Надпись, может быть, но мы не готовы для это под beside и нечестие, лица летти или .